Утро от первого, мы на месте. Тринанс за рвотом, включили рвету сколы поезды. Изов принят, уезжаем. За минувшие сутки в городе зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в них пострадали 3 человека. В 9 часов утра авария произошла на проспекте Талкихана при выезде из города недалеко от гипермаркета Фиркан-Сити. Здесь столкнулись автомашины ВАЗ-2114 и Мерседес-Бенз-200. Как рассказали участники ДТП, Мерседес-Бенз в момент удара стоял на скоростной полосе против движения, а ВАЗ двигался по дороге в сторону города. Я ехал по дороге, впереди меня шел КАМАЗ. Недалеко от поворота я пошел на обгон и вдруг увидел, что прямо на моей скоростной полосе стоит Мерседес. Дорога была скользкая, я стал тормозить, но не успел остановиться, машину пронесло вперед и я врезался в него. Разве можно машину оставлять на скоростной полосе, что бы ни случилось? Водитель Мерседеса рассказал, что это была вынужденная остановка и что он выставлял аварийный знак, прежде чем покинуть автомобиль. В 7 часов утра я ехал по этой дороге, также в сторону города. На мосту мою машину занесло, она развернулась на 180 градусов и врезалась в бордюр. Завести я ее уже не смог, поэтому, включив аварийку, выставил аварийный знак и ушел, чтобы вызвать портальный кран. Прихожу и вижу, в мою машину врезалась вот эта, 14-я. Мой аварийный знак кто-то выкинул с моста. Я считаю, что виновата 14-я, она должна была объехать мою машину. Спустя полчаса после ДТП на место аварии приехала группа поддержки, родственники водителя Мерседеса, которые начали требовать у водителя ВАЗ-2114 компенсации за ущерб нанесенной автомашине. Что здесь непонятного? Машина стояла нормально, подъехала другая, в нее врезалась и теперь он не хочет отвечать за аварию. Я все равно добьюсь, чтобы он восстановил машину. Не через телевидение, так через прокуратуру. Он все равно будет отвечать. На место ДТП вскоре приехали дознаватели дорожно-патрульной полиции, на которых также попытались оказать давление родственники водителя Мерседеса. В этом происшествии никто не пострадал. Сотрудники дорожно-патрульной полиции начертели схему ДТП и готовятся передавать дело в суд, который решит, кто виновен в этой аварии. В 9 часов вечера наезд на пешехода был зарегистрирован при выезде из города на Ленгерском шоссе. Здесь под колеса междугороднего автобуса сообщением «Ленгер Шимкент» попал 50-летний мужчина. Как рассказали очевидцы происшествия пассажира автобуса, вины водителя в ДТП не было. Пешеход, будучи в нетрезвом состоянии, сам шагнул под проезжавшие автобусы. Это был пьяный мужчина, по виду похожий на бомжа. Он перешел дорогу, несмотря на автомашины. Вины водителя здесь нет. К счастью, скорость автобуса была небольшой, и мужчина лишь получил ушиб головы, ударивший об ветровое стекло. Ему оказали помощь подъехавшие на место ДТП врачи. Сейчас подробности этого происшествия выясняют дознаватели административной полиции, которые устанавливают все подробности этого происшествия. А в 10 часов вечера авария произошла на выезде из города по улице Байдибекби, недалеко от трассы Шимкент-Алма-Атай. Здесь столкнулись автомашины Toyota 35-й модели и Deo Nexia. Как рассказали очевидцы, Toyota двигалась со стороны поселка Бозарык по направлению к городу, а Nexia ехала из Шимкента. Столкновение произошло в тот момент, когда Nexia пыталась развернуться, не пропустив проезжавшую Toyota. К счастью, в аварии никто не пострадал. Сейчас степень вины водителей устанавливают сотрудники дорожно-патрульной полиции. В 12 часов дня спасателям за помощью обратилась жительница одного из домов, расположенных на площади Аль-Фараби. Она рассказала, что ее муж уже трое суток не отвечает на телефонные звонки и не открывает дверь. На место вызова спустя 20 минут приехали оперативники спасательного отряда. Оценив обстановку, они решили не вскрывать дверь, а при помощи альпинистского оборудования проникнуть в квартиру через балкон. Спустя несколько минут спасатели попали в помещение. На диване они обнаружили 64-летнего хозяина квартиры без признаков жизни. На место происшествия были приглашены сотрудники полиции, которые сейчас выясняют причины смерти мужчины. Умер, умер, все же себе. Спасатели оперативного отряда департамента ПЧС провели смотр техники перед зимним периодом. Предварял его парад машин, которые прошли по центру города. Сейчас у спасателей на вооружении в Шемкенте пять автомашин высокой проходимости и еще один гусеничный транспорт, постоянно дислоцирующийся в Байдебекском районе. Вся техника в полной боевой готовности, может быть использована в любой момент в случае чрезвычайной ситуации. Техника в основном будет использована для извлечения автобусов и машин из снежных заносов. В прошлом году эта техника помогла извлечь из заносов свыше 50 автомашин. Субтитры создавал DimaTorzok